Здравствуйте! Вас приветствует канал SPRKOMP и сегодня по просьбе подписчиков хочу снять дополнительное видео о настройках эмулятора RPCS3 для игры The Last of Us. А именно, о чем меня просит, чтобы это сделать с 0, настроить на новый версии эмулятора 2.0.10, показать как избавиться от неожиданных зависаний и как пропачивать игры. Ну, все по порядку. Эмулятор можно скачать с нашего сайта по ссылке, которую я оставлю в описании видео. Последнюю прошитую сборку. Мною она уже скачена. Ее теперь нужно разархивировать. Я это сделаю при помощи 7-Zip. Распаковать здесь. 7-Zip распаковывает более точно и грамотно. Если у вас игры в SO-образе, то их нужно распаковывать именно при помощи 7-Zip, а не при помощи VINRAR, допустим. У меня уже сразу есть в папке C The Last of Us. Она почти 30 гигов весит. Запускаем сам эмулятор. Первый запуск. Ставим обе галочки. Соглашаемся. И теперь сразу сюда перетащим игру, чтобы она появилась в меню. До Last of Us я просто зажал левой кнопкой мыши и теперь ее отпускаю в окошке. Игра сразу появилась. Вот это я выключу из-за своих личных предпочтений. Сделаю немножко поближе. Геймпад. Я играю на клавиатуре, поэтому здесь стоит кеймпорт. Сначала мышкой кликаете кнопку вверх. Теперь на клавиатуре нажимается та клавиша, что станет вверх. Так, по аналогии, весь геймпад настраивается. Те, кто предпочитает играть при помощи настоящего джойстика, могут посмотреть видео на нашем канале о том, как его настроить. Ссылка на это видео будет в описании. Также в описании будет видео о том, как взламывать игры и накручивать различные ресурсы. Даже в Last of Us мне удавалось накручивать себе и деньги, и другие различные ресурсы. Когда будете довольны тем, как настроили, кликните Save. Теперь настройки. Create Custom Configuration. Ну, вот это я не заметил разницы, что с ними, что без них. Ну, пусть так останется. Во-первых, для того, чтобы избавиться от неожиданных зависаний, у вас должна стоять опция TSX Enable. Если она не стоит у вас, то тогда в Debug меню нужно будет поставить вот эту галочку. Насколько это рабочая версия, я не знаю, я это не проверял. У меня стоит здесь Enable. И здесь в обязательном порядке нужно поставить 150. Тогда зависание закончится, и их не будет больше. Здесь тоже в обязательном порядке поставить галочку. Здесь ничего не надо делать. Делать нужно только вот эту галочку, в случае, если у вас не в рабочем состоянии. TSX. У меня в рабочем, я убираю. Вулкан. Двойка. Дизаймл. Я поставлю сюда, хотя разницу между ними я не заметил. Немножко себе улучшу FPS. Apply Safe Custom Configuration. Теперь заранее давайте создадим патч. Без него путем мы не поиграем. Для этого кликаем правой кнопкой мыши. Создать. Текстовый документ. Сразу задаем имя. Патч. Не перепутайте буквы. Это важно. Расширение. Расширение YML. Соглашаемся. Если у вас не отображается расширение, нужно кликнуть на вкладку вид. Вот сюда. Вкладка вид. И поставить вот эту галочку. Расширение имен файлов. Теперь запустим. Без патча. Потому что у нас здесь сейчас ничего нет. Заодно посмотрим, как она работает без патча. Так. До своему мнению. Продолжение следует. Сразу понятно, что патч не работает, потому что в правом верхнем углу не отображается FPS. Сама, я не знаю, что это. Хорошо. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло? Сара, мне нужно поговорить с твоей папой. Дядя Томми, сколько времени? Позови папу скорей, тут... Дядя Томми? Алло? Вот так игра выглядит без патча, FPS вы видите 19, 20. Теперь давайте патч создадим. Вносим сюда информацию, я ее укажу в описании, сохраняемся. Все, она есть. Теперь запустим на всякий случай. Продолжение следует. Это по artsам, точнее打рация, Сразу видно, что патч работает, потому что идёт отображение FPS. FPS был 20, теперь он аж 36. Вот вам и разница. То есть патч 100% работает, в этом нет никаких сомнений. Традиционно давайте я схожу куда-нибудь. Нет. Нет, нет! Нет! Что теперь будет? Что ты делаешь, Тесс? Господи, карта может быть. У них была карта или хоть подсказка куда идти. Слушай, хватит. Ну сколько можно? Сколько, сколько нужно? Где их лаборатория? Она не говорила. Кажется, это где-то на западе. Что мы здесь потеряли? Что мы здесь потеряли? Это не наше дело. А что ты знаешь о нас? Обо мне? Знаю, что ты умнее вот этих. Да ну. Знаешь что, Джоэл, мы с тобой очень дерьмовые людишки. Мы с тобой выживаем! Это наш шанс! Всё кончено, Тесс! Мы попытались. Нам пора домой. Нет. Я никуда не пойду. Я уже пришла. Ну почему? Везение не может длиться вечно. Да что ты несё... Не трожь! Не трогай меня. Вот чёрт. Она заразилась. Джоэл. Покажи мне. Не надо, Джоэл. Покажи мне! Господи. Весело. Правда? Дай сюда руку. Вот. Сам посмотри. Меня укусили час назад. Её три недели. И ей хоть бы что, Джоэл! Ты должен отвезти девочку к Томми. Он знает этих людей, знает куда идти. Нет, нет, нет. Это твоя затея. Я здесь ни при чём. Нет. Послушай меня. Послушай, я знаю, ты не откажешься выполнить мою последнюю просьбу. Ты отведёшь её к Томми. Чёрт. Стереть! Это они. Твою мать. Я задержу их, но вам надо бежать. Что? Предлагаешь тебя бросить? Да. Я не оставлю тебя. Я не хочу превращаться в чудовище. Ну иди. Пожалей же ты меня. Я не могу. Нет, уходи. Пошёл вон. Элли. Прости, я... мне очень жаль. Пойдём. Мы с вами, вы здесь. Бросайте оружие и выходите с поднятыми руками. Девушки отдыхают. Что за нафиг? Ты понимаешь, что мы творим? Стой. Мы её просто бросили. Хватит. Не отставай, надо уходить. Мамочки. Надо идти дальше. О, понял. В нём.. Вас понял. Ты ломаешь дверь и идёшь со мной. Внёска! Они вот-вот ворвутся. Хочу еще показать пару моментов, которые можно сделать при помощи дебаг меню. L3 и Select. Попадаем в новое меню. Здесь можно допустим сделать бесконечные патроны, без перезарядки, что может быть весьма забавно. Теперь при выстрелах патроны исчезать не будут и перезаряжать в сторону. Мать. Вот блин. Мать. 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 И что теперь? Джоэл? Вижу. Так. Я поищу здесь. Так. Обыщи коридор. Только не высовывайся. Черт. Глазit Глазит Так, все, идем, или? Да, иду. Так, для начала через этот холл. Так, все, идем. Так, все, идем. Так, все, идем. В конце бы хотел еще показать, как игры пропатчивать. То есть сейчас у нас версия игры 1.2.0. С возможностью пропатчить ее до 1.1.1. Кликаем файл. Инсталл ПКГ, обычно патчи в этом формате. Все, теперь у нас игра вот в таком формате, в такой версии. Ничего сложного. Все показал вроде, что хотел. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на наш канал SPV.com. Ставьте лайки. Заходите на наш сайт SPV.com.